Главное из них это гласность и прозрачность всего, что делает власть. И поэтому пути пошла Грузия, достигла больших результатов. Такие решения были приняты в Польше и тоже существенно снизился уровень коррупции, потому что нет ни одной страны мира и коррупция на 100% побеждена. Но существенно ее уменьшить главная задача, которая сегодня стоит, это было перед властью, потому что все события, которые произошли за последние полгода, были связаны не с избранием века, а восток или запад, а прежде всего были инициированы тем уровнем коррупции, тем уровнем воровства, который был в стране. Мы видели это по результату, в следствии эти события, до какого уровня, ну скажем, чудовищного уровня находили запросы некоторых властей мощи. Вторая проблема, которая существует, ну да, решить эту проблему, я сказал, можно путем открытости и властности, если брать город Николаев, то я вижу решение в реализации проекта «Электронный город», при котором можно будет видеть в онлайне все решения, которые принимаются, понимать, кто их принимает, видеть бюджеты его распределения, какие платежи идут, видеть тендеры, кто их, когда тендеры назначены, кто в них участвует, какое отношение деятельные участники тендера имеют к власти мощным, чем тендер закончится, на каком этапе находится реализация этих проектов. Потому что если это все открыть, то реально мутной воды будет меньше, и возможности для взрослопотребления резко уменьшатся. И вторая проблема, которая существует, вот она появилась совсем недавно, это противостояние общества. Пока этот вопрос не будет решен, практически говорить о приходе инвесторов тоже не приходится. Поэтому задача городской власти сделать все, чтобы это противостояние, как можно быстрее, было лизинировано. И в данном случае, если я стану мэром, буду развивать еще, у меня есть какие-то свои убеждения, есть какое-то свое мировоззрение, но для решения этой задачи я готов разговаривать еще одно из дьяволов, для того, чтобы искать компромиссы, искать пути решения этих непростых проблем, которые существуют, чтобы все такие мир и спокойствие пришли в наш город, и мы спокойно могли работать. И те же инвесторы, придя в город, не оглядывались по сторонам, не думали о том, что же будет завтра, какие проблемы их ждут в будущем. Поэтому, если вот эти задачи решить, появятся деньги в бюджете, можно сделать очень много, и не только то, что написано в программе. У меня все, если есть вопросы...